50 просто ну как так то сколько всяких интересных моментов у нас появляется на нашей родине площади самое главное что в скором времени площадь откроют появились камеечки устанавливают елочка другие мало архитектурные формы туда дальше уже у нас появился фонтан в общем ребятки ждем интересно вы ждете новый год если новогоднее настроение здесь было кафе как вы помните наливаечка такая там дальше тоже кафетерий их полностью все брали с этой зеленой зоны так пространство большое стало красиво хотелось бы сегодня поснимать по анапе посмотреть как город готовится к празднику везде работают люди убирают до сих пор последствия того мега шторма который к нам приходил нам к сожалению придется сегодня отправиться в джимоте потому что там уничтожают дюны на первом проезде но перед этим мы заедем в одно очень важное место добрый день дорогие друзья мы сегодня приехали медицинский колледж это новороссийский филиал который находится в городе курорте анапа я хочу в своем лице поздравить всех волонтеров которые неравнодушны и постоянно действует чтобы наше общество становилось лучше и помогает также нашим солдатам здравствуйте мы анапский филиал новороссийского медицинского колледжа во главе с ларисой викторовны собрали для бойцов свок новому году коробку добра мы поздравляем наших бойцов с наступающим новым годом вы сейчас на передовой выполнять важную боевую задачу спасибо вам мы написали и передаем вам наши письма возвращайтесь домой к своим семьям мы вас очень ждем с победой мы считаем если есть возможность помогать это наш долг и мы будем помогать ведь каждый внеся свою хоть маленькую лепту причастен к большому благому делу если мы едины мы непобедимы от фонда время помогать людям мы выражаем глубокую благодарность студентам и педагогическому коллективу анапского филиала новороссийского медицинского училища победа будет за нами а теперь мы отправляемся в джемотем начинаем наше движение от автовокзала анапы по пионерскому проспекту чтобы посмотреть как он сейчас выглядит движение довольно таки плотно для этого времени года обычно машин гораздо меньше но это все из-за того что она постановится более перенаселенной на пионерском проспекте появляются новые здания новые жк апартаменты сдаются хотя обещали что строить не будут но вот она и джемотем буквально 30 секунд для вас и мы на месте первый пресс мои дорогие добрались мы с вами за секунды так как в этом году нету беженцев нас на джемоте не работает ничего прошлом году тут кофейни хотя бы пытались но магазинчики функционируют здесь звучит музыка радио фонагария работает туда дальше находится магазин магнит вот так вот ребята здесь только магазинов на этом маленьком пятачке здесь вы помните поубирали все коммерческие павильоны которые были могу сказать что чисто я проходил здесь в летний период и было гораздо более печально все лавочки так и не появились в джемоте просили показать еще как выглядит кривой проход и после путешествия на море здесь мы отправимся до него чтобы точно знали что видео на море не закончится сам первый проезд тоже пустынен как людей здесь нету те кто приезжают зиму в анапе основном останавливаются либо в каких жека на самом пионерском проспекте в частном секторе в чем это я даже и не знаю задает кто-нибудь зимнее время или нет жилье поэтому людей мы с вами и не видим пустота выходим до пересечения с улицы песчаной первого проезда здесь как-то машин побольше даже стоит потому что здесь местных жителей находится гораздо больше но тоже тишина и пустота в джемоте в межсезонье люди отдыхают от отдыхающих отдыхающие отдыхают от джемоте единственное бы в это время конечно тут бы заняться благоустройством все видели что нету ливневки поэтому постоянно тонет юбилейный тупик это говорит о том что надо воду отводный канал здесь прокапывать но как понимаем движение в этом направлении нету к сожалению все известные вам заведения сейчас закрыты просто такой коридор из соборов с рольставни и все и как это все меняется когда начинается здесь сезон доходим до улицы виноградный здесь costa alta гостевой дом 3 звезды приглашает вас столовую снимали в нем были на обзоре это улица виноградная так вот сейчас выглядит но и абсолютно все ролеты тут тоже закрыто варечки не работают и никаких изменений нету интересно когда-нибудь будет вообще общий облик джемота меняться или так и будет по накатанной схеме работать в дальнейшем ведь очень хочется чтобы у нас были изменения какие-то каждый год чтобы приезжали что-то новое видели чтобы было интересно здесь находится фея 1 и мы подходим к юбилейным тупиком последствия шторма песок где еще здесь есть это волной морскую сюда приносила здесь было все затоплено сейчас подсохла благодаря тому что у нас долгое время не было дождей вода очень хорошо уходит в грунт и долго не стоит сам юбилейный тупик полностью сухой впереди мы видим насыпную дюну на проезде чтобы сюда море не заходило для этого соорудили она смотрится так монументально гостевой дом морской бриз столовая мама мия здесь купальники мед продавали новая столовая проход тоже с песочком и вот она та самая зона отдыха и проход к морю как-то я сегодня с собой не взял шапочку хочу-то холодно сказать арктика хотя сегодня плюс 7 вчера было вообще по лишь четыре ветки вчера больше замерз вчера был в шапке был готов к этому сам проход к морю сейчас в таком состоянии у нас ки закатные краски уже хотя до заката в принципе далеко сегодня по прогнозу должно быть быть солнышко но она у нас пропала чуть не споткнулся будьте аккуратней здесь сейчас помост проваливается очень класс смотрится парень сидящий на песочке собаками гуляют кстати в море у нас восстанавливают сети так как тут пролезть то кого здесь кусочек остался все остальное засыпали песком выход проход к морю мы притащили домик и здесь я смотрю что многое подсыпали песком и забор вот это возле ресторана тоже засыпали на пляжах кучу мусора значит происходит какая-то уборка и само морюшка здравствуй наше великолепное вчера было мутное белое сукок когда мы были с вами здесь же водичка кристально чистая и прозрачная смотрится то очень красиво чего понятия не могу это сети которые уходят в море всю жизнь считал что сети запрещены а здесь нам ставят таблички с номерами телефонов типа у них есть какие-то квоты на вылов морских обитателей при этом гибнет огромное количество крабов и не раз показывал вам это наших видеосюжетах когда еще купанием зимним занимался посмотрите что здесь на джимоте находится и сеть от самого берега вот такой вот буквой г она вот до туда стоит вам разглядеть ставка номер 3 их обслуживают приезжает на машинах эти ставки ведь дичейка какая мелкая в нее забивается большое количество крабов дельфины мы видели как попадают рыбу ну соответственно ловят тоже далее самое печальное что крабов вы оттуда уже даже не выпутаете из этих сетей и получается что из-за чего-то какого-то улова гибнет огромное количество млекопитающих почему у них есть разрешение кто дает возможность ставить в море все эти вот такие прям всегда считал что браконьерский метод лова очень для меня непонятно и очень странно как такое нашем государстве вообще происходит мы же сегодня не из-за сетей приехали а потому что начали люди бить тревогу так как здесь сносят дюйму пойдемте посмотрим так ли это на самом деле вода кстати отходит постепенно от берега и мы видим сколько слой песка был снят появились такие сваи по всему берегу я раньше даже не думал что они здесь были какие-то устанавливали значит здесь кабинку еще что-то по классности вот убирали бы это все вот вход первый проезд и уже здесь мы видим что изымался песок куда-то перевозился работала большая техника повторяя который не имеет права здесь находиться на пляже по нашему законодательству от нее наставлены такие вот следы от колес здесь вижу что забирали песок тут подкапывали дюну куст повредили уничтожено тут дерево вообще снесено можно увидеть остались только сухие корни это варварство просто происходило как же это все уже достал ответе уничтожены тоже куст плохо серебристого который у нас вроде как должен находиться под охраной и здесь песок увозили тут вообще это опорная стена огромнейшая и здесь разграблена дюна я так понимаю что не вообще увозили с пляжа вот туда дальше отсыпали как так то как такое в наше время может быть вычислить эту технику при нашем куполе который по всему пионерскому проспекту установлено думаю не составило бы труда но кто это будет делать кому это надо вот сердце болит того что вижу приходишь и здесь вот такой пипец просто природу разворовывают при этом по всем телеканалам говорят что надо сохранять дюну иначе мы будем тонуть а здесь вечный беспредел города на уничтожение как говорится куриц которые несут золотые яйца это мне никогда не понятий не смогу простить людей которые уничтожают очень жутко не сопротивляясь когда техника выезжает на пляже чтобы убирать там мусор здесь мы видим что вроде бы по кучкам все разложили уже в дальнейшем вывезут когда мы видим что море пришло уничтожил здесь были дюна тут мы видим как техника какая-то ездила и разравнивала уничтожая растения которые держат этот песок чтобы он не улетел никуда дальше становится обидно за наше побережье что раз говорю это курица который несет золотые яйца как ее можно просто убивать ради чего это все делается почему сожалению люди которые скинули видео оказались право они тоже не могли понять как такое вообще происходит и почему кто-то может себе это позволить безнаказанно производить разрушение наших природных богатств сейчас мы отправляемся на кривой проход как вы просили по вашим заявкам сзади меня фея 3 здесь у нас олимпийская деревня там курортный отель олимп и пункт полиция через пионерский проспект мы идем на кривой проход здесь вывеска о том что там находится пансионат веста сам проход выглядит сейчас не особо так притязательно осень листики лужи здесь прям атмосфера это очень сильно чувствуется не хватает не солнца как начале видео сюжета когда нас светило ярко и потом в одну часть и все солнце у нас отключили большому сожалению я уверен что любители этих мест даже не узнают проход здесь помните фрукты овощи продают постоянно на углу жарят шашвычок и вот так выглядит территория гостиниц который рядышком зимой не никому особо не нужны с правой стороны лукоморья а по промой дюны золотые здесь у нас дерево отпиливают интересно получится мне пройти или нет готовлю территорию уже к сезону следующему и мы поворачиваем направо раздолбил плитку как хотелось чтобы этот пансионат высадил какую живую красивую изгородь по старой лавочке для тех людей которые мимо него ходят на море самый печальный проход из всех возможных хотя вокруг нас находятся очень дорогие территории для отдыха те же самых зеленых золотых можете посмотреть сколько стоит снять домик когда-то фотографировал семью оттуда и мы заходили на территории не показывали хором в которых они проживают а дорого-богато но говорится не все это могут себе позволить тут и смотрят доложили асфальт какой-то справа стороны что-то похоже на настил делали те люди которые купили эту базу что там делать прям глобальное перестроение все пилится сносится старая в общем тоже ждет очень-очень много изменений эти места вы с ними знакомились когда были потопы они только пришли туда и очень просили о помощи чтобы с водой помогли там территории было много сейчас территорию подымают готовится к тому что такое может происходить и бог чтоб такого никогда больше не происходило мы тем временем пропадаем самую страшную часть этого прохода к морю здесь как видите шторма не зашли за счет того что дюбы были на месте это как бы очень большой плюс что не сносились они в этих местах поэтому берегите дюны это очень важно хотя ветки смотрю с деревьев падали все-таки чуть-чуть поломала по сравнению с теми разрушениями которые вы видели других местах это ни о чем вот мы уже впереди увидели пляж вы ставьте элитные отели то же самое курортный отель олимп которые люди здесь отдыхают ходят вот через такой проход к морю грустненько да но это реалии нашего бытия после постсоветского деления территорий хорошо что вообще этот проход к морю остался в основном вообще перекрывают полностью все и говорят что аривидех 4 какие друзья не верю что в советское время кто-то вот так вот карьево нарезал территории оставляя такие мизерные проходы к морю это уже наш капитализм это довел до такого здесь еще видны листья на вовсе серебристом можно по нему глядя сказать как будто еще осень поворачиваем налево здесь тоже какая-то вакханалия сломаны деревья то ветер то трактора уничтожают все растения включены в скором времени здесь ничего не останется и здесь мы уже по прямой между двух дюм в сторону моря в начале сезона здесь снимали песок который показывал повредил корни и в итоге сидели здесь высохли на этом изгибе нашей дюны вроде бы ну что тут подвинули песочек нарушили корневую систему дерево погибает минус одно второе третье так сотни вообще выравнивать песок и получается никакой защиты от штормов морских не будет это то о чем много лет говорил самое страшное ребят что дюн это аккумулятор песка у него сейчас нету доступа в море как раньше был через кизилташский лиман сюда приходила река кубань и набывала собственно вот эти все пляжи которые мы с вами видим многие тысячелетия сейчас она впадает уже азовское море там построили все знаете крымский мост и вот из-за этого она перестала поступать вообще в черном море это песчаное золотое дно образовываться теперь в азовском море к большому сожалению но милеет но у нас пляж деградирует если взять карты каких-нибудь там 80-х даже годов то здесь пляже уже метров двести на не хватает некоторых местах он вообще в принципе исчез по сравнению с тем что было потому что в детстве выходили на пляж и так казалось долго надо идти до берега сейчас мы сами пересекли дюны вот он в море уже насколько произошла это деградиация сейчас вот с этим штормом он пришел смыл огромные толщи песка ты в море то там его конечное количество нету понимаете и большому сожалению мы на ночью при моей жизни увидим когда здесь будут стелить бетон чтобы не смывала дальше побережья попомните мои слова вот она анапское побережье район кривого прохода выглядит сейчас вот так вот так хотелось бы сохранить природу для наших детей знаете постоянно когда рассказываю об этом не пишут там течу больше всех над это не мне хочется чтобы детям осталось хоть чуть-чуть получить удовольствие от наших пляжей а после шторма очень много пластика разнообразного валяется по пляжам я уверен что его уберут чуть чуть попозже слишком много мусора на побережье после одного шторма и слишком мало специалистов по наведению порядка на нем у нас уже прошли небольшие акции на 40 лет победы благодарю всех людей кто вышел и наводил там порядки в настоящие жители города курорт анапа я всегда стараюсь когда прихожу на пляж забирать собой хоть что-нибудь отсюда очень часто собирают стекла потому что это вообще полный бич ну и шприцы с иглами это самое главное мимо чего нельзя проходить хотя говорят юра бери перчатки это опасно но нет ребятки надо всегда чтобы чистота после нас на что думаешь что вдруг придет кто-то твой близкий или ваши дети и наступят на эту углу или на это стекло и у меня от этого прямо мурашки по коже поэтому не проходим мимо собираем все не всегда это надо говорить показывать на камеру хотя с одной стороны когда не показываешь говорят ты чего не убираешься другой стороны когда показываешь да нафиг это нам надо смотреть пускай службы убираются в общем этом совести каждого человека который любит море цену юрий озаровский при этом всем черноморским есть что сегодня было познавательно заслуживает вашей подписки и репоста приглашайте своих друзей товарищей к нам на канал будем вместе дружить и смотреть по сторонам ну и закат сегодня смотрим вдалью вам наслаждайтесь это мой 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 молодой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok